Продолжение следует... В Симферополе две лаборатории. Но, однако, врачи не спешат. Им это не надо. На своих занятиях, когда я учу врачей, я спрашиваю, в чем дело? Почему вы не используете опыт Японии? Почему? В чем дело? Ведь много научных трудов по этому поводу. Наконец, есть здесь профессор Демский, который неоднократно, десятилетиями говорит об этом. Об этом говорил профессор Загорулько. Это наш университет медицинский. Знаменитые кардиологи говорят об этом. Потребность в этом всех абсолютно без исключения специалистов. Тем, кто занимается вопросами сердца. Кардиохирурги в том числе. Об этом должны знать люди, которые занимаются лечением ревматизма. Ревма. Ревматоидных процессов. Все, кто связан с проблемой прогрессирования близорукости. И вот я тут как раз заикнулся в отношении нашей проблемы. Это проблема прогрессирующей близорукости. Когда глаз вытягивается, мы говорили об этом, передне-заднем направлении, из-за того, что нарушена прочность наружной оболочки глаза. А она состоит из соединительной ткани. А соединительная ткань пронизывает весь организм. Вопрос. Все ли эти вопросы решили в странах? Как остановить прогрессирование? Их несколько вопросов. Ни один не решили. В результате занимаемся операцией. Операцией по укреплению якобы заднего полюса глаза, так называемая склеропластика. Абсолютно никчемная и ненужная операция, которая до сих пор делается еще. В большинстве стран уже прекратили это. Умные люди, в частности в Японии, те исключительно изучают, из чего состоит организм, в частности, соединительная ткань. Как? По волосу. Сложно? Нет, абсолютно. Неинвазивный метод, абсолютно безопасный. Никто не делает боли. Но зато мы получаем яркую картину, прекрасную. И когда мы видим дефицит, мы восполняем этот дефицит. Разумно или нет? И я врачам себе задаю вопрос. Что нужно сначала сделать? Ликвидировать дефицит или выписывать лекарства? Полная тишина. И кто-то вдруг один или два. Да, профессор Демский, да, вы правы. Да, я всегда прав. Но хочу быть неправым. Ну и получается. Ну так же просто это. Вот это и есть мышление в рамках философии оздоровления. Начинать с азов надо. Надо знать, что нужно есть. Это принципиально. С этого надо начинать. А не с лекарств. Что касается минералов. О чем мы говорили. Вот интересные исследования. Ученых. У животных проводили исследования. 7 минералов необходимо. Это увеличивает в два раза жизнь животного. Нам надо 90 элементов питания, 60 минералов, 16 витаминов, 12 аминокислот и 3 жирных аминокислоты. Ну понятно, мы неоднократно говорили, что здесь очень важны растительные все компоненты. Мы в свое время в моем центре издали вот такую книжечку. Программа здорового питания. Химический анализ волос. И естественно это вызвало удивление у моих коллег. Лейко Синич, вы же офтальмолог. Зачем вам питание? Вопрос, конечно, изумительный. Но я никогда в жизни спрашиваю. Я сам делал то, что я считаю нужным. И делаю. И после этого все убеждаются. Да, действительно, он прав. А что же тогда в самом начале, вы поперек моей дороги становились? Поэтому мы в нашем центре сделали это. Доказали эффективность. И более того, несколько тысяч человек мы уберегли от изменения. Избыточного покрепления медикаментов, где в основу, прежде всего, мы поставили восполнение дефицита. Вопрос всегда. Логичен или нет ход мысли? Безусловно. Прав я? Однозначно. Тут вопросов нет. А может у кого-то есть вопрос? Я хотел бы услышать. Какая-то альтернатива? А ее нет. Просто ее нет. Что касается возможности на дому. Когда мы говорим, что многое можно сделать дома, ну, я отвечаю конкретными делами. Каждый пациент у нас, собственно, так и должно быть в кабинете, должен получать тесты для определения остроты зрения у ребенка. И мы даем вот такие таблички каждому взрослому. Это у кого-то ребенок. Но более того, мы уже говорили, мы впервые в СНГ разработали специально тест. Для определения остроты зрения у самых маленьких. И назвали его тест-малыш. Это тот случай, когда дома можно определить остроту зрения без всяких докторов и без медсестер. Элементарно. Методика принадлежит Московскому институту глазных болезней имени Гельмгонца. А материализация в Севастополе. И мы начали великолепно выпускать. И теперь возможность есть определить остроту зрения у самого маленького. Не надо носить ребенка для этого в кабинет. Кстати, в кабинете никогда нельзя будет определить остроту зрения до трех лет, пока ребенок не сможет отвечать на вопрос медсестры. Я подчеркиваю. Именно острота зрения. Не то, что определяется путем закапывания. Это закапывание перед тем, как определить оптическую силу, репракцию. Это делается и в год, и в два. А вот острота зрения в стране никто ее не определяет. Мы показали, как надо это делать. Мы никого не спрашивали. Мы просто поместили техническое задание на предприятие. Предприятие начало изготавливать тест «Малыш». Что много ума? Просто надо читать, многое знать. И тогда интересно работать на качество, на результат. У нас чаще всего работают на процесс. Закапываем, колем, еще что-то делаем. Закончился день, пошел домой. Пришел и так всю жизнь. А что ты сделал, привнес что-то для того, чтобы оздоровить человечество? Пусть в масштабе города, может, твоего района, твоего маленького кабинета. Ну, хоть что-то ты сделал. А вот противников много. Осуждать много. Да, нас изобретатели, конечно, не любят. Но мы мало праздновали. Тех, кто не любит. Мы идем вперед. Так вот, человечество делится на две части. То, которое вращает к планету, вот как Малко, Алицена. А другие просто сидят, свесят ножки. Это другая часть человечества. Она, кстати, большая. Но ничего, планета крутится. Потому что нас тоже много. Я говорю это почему. Потому что многие вещи, они абсолютно очевидны. Когда мы говорим, например, что можно делать дома, возвращаясь к этому, в процесс оздоровления. Спорт. Спорт. И я в кабинете всегда это говорю. Спорт на первое место. А школа на второе место. Педагоги мне говорят, как же так. Здоровье на первое место. Я не говорю, что в ущерб в школе. Просто находить надо время. Обязательно заниматься спортом. И поэтому, когда мы говорим о близорукости, сплошь и рядом. Когда я читаю выписки из облаторных карт, сплошь и рядом освободить от занятий физкультуры. А у ребенка, например, минус 2 или минус 3. Я имею в виду степень близорукости. Действительно, в документах еще Советского Союза читаем ограничения. Какое ограничение? Наоборот, надо немедленно заниматься спортом физически. Не без этой секции. Можно бегать. Каков эталон? Какой стандарт нагрузки? Запомните, полчаса бег до фото. А там вы можете заменить это катанием, допустим, на роликах. Или, допустим, на велосипеде тачку возить. Копать тоже великолепно. То есть заниматься физически. Танцы тоже самое. Мне говорят, а мы занимаемся паланием. Хорошо, замечательно. А сколько вы занимаетесь? Два раза в неделю. А оставшиеся пять дней ничем не проходит по конкурсу. Заняться обязательно. Я никогда не советую своим пациентам. Я не рекомендую. Советовать можно в баню, на пляж. Я приказываю делать или ко мне не ходить. Жестко, а зато все выполняют. И результаты классные. Почему я доволен? Когда речь идет о тяжелых заболеваниях у взрослых. Сетчатки, дегенерации. Это сложный процесс. Немедленно решение принимается, что надо делать. И здесь не может быть советов каких-то. Четко надо рассказывать, что надо делать. Когда мы говорим о двоении, вот в частности, у человека двоение. Взрослый человек возникло двоение. А кто ему поможет? Оказывается, в стране никто. У меня был такой негласный договор в Симферополе, когда я работал, директором центра зрения был, с неврологическим отделением. Взрослые поступали в неврологию. И после этого, а у многих двоение, явное косоглазие, это сосудистая проблема, сосудистый генез, направляли к нам, потому что только мы могли путем постановки призм Френеля, американских призм, мы компенсировали двоение и ликвидировали вот этот дискомфорт. Причем жуткий дискомфорт. Мы помогали неврологам и лечили вместе. И все это делалось дома, с помощью аппаратов, тренажеров. Подчеркиваю, опять я говорю, не в больнице, а дома. И мы неоднократно об этом говорим. Говорили об этом и говорим на страницах моего сайта. Но, обращаю ваше внимание, что очень много я говорю в фильмах на моем канале в ютубе. Каждый день у меня выходит фильм. 30 дней, 30 фильмов. Вопрос, а зачем я это делаю? Потребность. Потому что я вижу, что многие глазные заболевания, практически трудно остановить процесс. Несмотря на то, что все делаем. Но тем не менее. Ну, основная масса врачей разводит руками. Ну что? Ну как Бог даст? Бог даст. А доктор должен помочь. Богу дать. Поэтому, если бездарный доктор или полутолковый, он мало даст. Надо думать. Жестко, требовательно. А как иначе? Если болячка прогрессирует. Надо закачать рукава и работать. Думать надо. Вот это тот случай, когда мы должны думать все время. Именно поэтому я, как актер, сценарист и режиссер, создатель фильмов, мне помогает команда. И мы каждый день выпускаем фильм. Классно. Пусть они будут. Они выходили у нас 14 минут. Потом 10 минут. Потом по требованию соцсетей 3 минуты. А в Инстаграме 1 минута. Ну вот мы по 1 минуте сейчас каждый день выставляем фильм. Интересно. Познавательно. Понятно. Ну, вы можете зайти и увидеть их. Мне будет приятно ваши замечания, комментарии. Я всегда принимаю все ваши предложения, которые могут быть. Но это нужно в нашем диалоге. Хочу сказать о том, что очень важно дома применять домашние тренажеры. Подчеркиваю, стараться надо переложить лечение на уровень дома. Дома и стены помогают. В Австрии там вообще вы не увидите в больницах людей, которые ходят. Только встал. А ну быстро домой. У нас сплошь и рядом с хроническим процессом, который может быть дома великолепно налажен процесс лечения. Нет. Ходят по больницам тысячи людей. Нормально это? Нет. Это есть экстенсивная медицина. Старая медицина. Должна быть интенсивная медицина. Сделал, что необходимо, допустим, манипуляция, операция, еще какой-то процесс необходимый для стационирования. Быстро домой. И все дома. Дома максимально. В частности, мы говорили о роли физиотерапии. То есть то, что очень часто не используется, практически нигде. Роль физиотерапии огромна. К сожалению, я ставлю двойку своим докторам, когда, например, при хронических процессах, подчеркиваю, хронических, у взрослых, с дегенерацией сетчатки, макулодистрофией, вместо того, чтобы колоть внутрь глаза, подчеркиваю, дорогущая манипуляция. Вместо этого можно элементарно дома с использованием аппарата Элфор, домашнего электрофореза, который стоит в пределах 5000 рублей, элементарно дома на протяжении длительного периода осуществлять введение медикамент нет. Поэтому на своих уроках, на сайте и в фильме я показываю аппарат великолепнейший. Я в таких случаях говорю, а вы правильнее не верите. Показать. Вот я показываю. Вот аппарат. Аппарат Элфор. Маленький. С тремя электродами. Вот они, три электрода. Два электрода. Я показывал, как это в фильме. Значит, пропитывается, марля пропитывается лекарственным веществом, кладется на глаза. После этого электроды. Потом прижимная пластиночка. Включается третий электрод на руку. И включается аппарат Элфор. Он кладется на грудь. Человек лежит спокойно дома, а не в кабинете физиотерапии. И принимает эту манипуляцию. Вопрос. А зачем тогда поликлиника? Вопрос не праздный и не риторический. Он требует ответа. Наконец-то врачи. Подумайте, что вы делаете. Во-первых, вы вообще не применяете электрофорез. А это глубочайшее заблуждение. Это одна из ошибок. Мы с вами говорили о четырех врачебных ошибках. Это невыполнение требуемого действия. Неточное выполнение требуемого действия. Это несвоевременное выполнение нетребуемого действия. Вот это одна из ошибок. То есть, если есть такая наука, как физиотерапия, которой учат медуниверситеты, почему в жизни никто не применяет? Практически никто. Я имею ввиду наших офтальмологов. Применяют, допустим, слава богу, но у нас-то не применяется. Вместо того, чтобы перейти на введение лекарственного вещества с помощью гальванического тока и фонофореза, нет, мы колем в глаз, мы заслизистую, рядом с глазом, так называемая, ретро- или парабульбарно. Зачем мы это все делаем? Тем более, что здесь абсолютно безболезненно, с глубоким проникновением лекарственного вещества. В нашей стране выпускаются великолепно ванночки. Я все координаты дал на моем фильме. Покупайте ванночки, и вы дома будете делать революционно. Особенно, если касается хронических процессов. Например, прогрессирование близорукости или дегенерация сетчатки. Сегодня я говорил с вами в отношении No Medical. Вот, пожалуйста, великолепнейшее устройство, No UI. Вот, прекрасно зарекомендовавший себя, и в книге, которую я выпустил, вот, в этой книге, Домашний университет доктора Денского, я очень много говорю хвалебных гимнов об этом устройстве, которое дает возможность великолепно использовать введение лекарственного вещества с помощью инфра-фонофореза. Подчеркиваю, не ультра, а инфра, где частота в пределах 20 Гц. Это новое, то, что я внедрил, с использованием имеющегося прибора No UI. Подробнейшим образом вы все это увидите. Пользовать практически каждый может. Здесь сочетание медикаментозного и физиотерапевтического воздействия на глаз. Сложно? Нет. Где? Дома. Аппарат-акомодотренер для широкого применения дома, в том числе у всех пользователей компьютером, когда возникает дискомфорт при длительной работе с компьютером, одеваем вот так, и вращением через каждую минуту оптики мы заставляем тренировать аккомодационную мышцу. Где? Дома. Совершенно верно. Вот очень интересное устройство. Вибромассажер, который при частичной непроходимости слезоносовых путей, при атонии верхних, при птозе, при опускании верхнего века, при выбороте нижнего великолепно воздействуя на мышечный компонент, активизирует их работу. Где? Правильно. Дома. И все дома. Пренажеров в лечении косоглазия. Вот он. Вот очень интересный прибор. Короче, я мог бы вам показать 20 различных аппаратов, которые применяются исключительно на дому. смысл всего переносить лечение, когда есть проблема, на домашний уровень. В том числе и на оздоровление, когда нет проблемы. Всем вам знакомо такое понятие, как профилактика. Профилактика первичная и вторичная. Так вот, ресурсная медицина, медицина оздоровления, это есть профилактика. И государство очень мало делает в этом направлении. То есть оно не обращает внимания на ту гигантскую работу, которую сделал и бензин Авицено. Мы только, вот это, это точно уж. Дорогие участники вебинара, можно много говорить. Как говорится, наболело. Я сказал то, что в жизни вы встречаете каждодневно. Можно много говорить. Я очень рад рассказать о тех вещах, которые вроде бы вокруг нас, но мы их как-то не замечаем. О роли того, что очень важно. Очень интересные изделия, оборудование, но у медика, кроме этого. О них я буду позже говорить, в следующей нашей передаче. Сегодня коснулся только новуай. Коснулся моих тренажеров, наших термологических. То есть это вскользь. Ну, а теперь я готов ответить на ваши вопросы. Если я чем-то вас заинтересовал, готов и впредь отвечать. Вы можете мне звонить. Можете составить тематику будущих наших фильмов. Фильмы у нас постоянно идут. У нас кинематография работает постоянно. Отвечать я готов на ваши вопросы. Благодарю за внимание. Готов прямо сейчас отвечать. Задавайте вопросы. Как вам можно позвонить? Как вам можно позвонить? Вы можете зайти на сайт. Там все наши телефоны, координаты. Сайт очень интересный. Приглашаю на сайт. Демский орг. Какие еще вопросы? Задавайте. Ни один ответ я не оставлю. Ни один вопрос без ответа. Готов отвечать. Вопрос Юрий. Возможно сотрудничество по продаже вашей продукции? Да, конечно. Все условия вы можете найти на сайте. Безусловно. Все, что касается нашей продукции, это все тренажеры. Методики не я придумал. Методики Московского института глазных болезней имени Гельмгольца. Одесского института имени Филатова. Германские, итальянские технологии. Но не методы Демска. Моя задача, как организатора, внедрить самые эффективные методики в наших странах. Алина задает вопрос. У сына зрение минус 5. Что делать, как лечить, чем? Итак, на сайте подробнейшим образом я рассказал о технологии. Очков для дали и близи должна быть в пределах двух диаптрий. То есть адедация 2 диаптрий. Какая ошибка совершается в наших странах? Это то, что выписывают при близорукости. Одни очки, очки для дали. И в них, естественно, человек смотрит и вдаль, и вблизи. Мне говорят оппоненты. Не, ну почему? Он на доску смотрит вдаль, а вниз он поднимает очки. Вот так это делается. Вот так. А потом поднимает. А потом опять. А потом опять. Но, естественно, ему это надоедает. И на всей территории наших стран, если у человека одни очки для дали, он в них и читает, и пишет. А вот это уже недопустимо. Это ведет к прогрессированию. Это первое. Это что не надо делать. Поэтому здесь правильнее было бы выписать очки прогрессивные, в которых три фокуса. Плавный переход от силы очков вдаль к силе очков вблизи. С адедацией в конечном итоге в 2 диаптрии. Это первое. В обязательном порядке. Причем, чтобы не было сомнений, подробнейшим образом все это указал на сайте. В разделе «Врачебные ошибки». Это врачебная ошибка, если доктор записывает только одни очки. Кроме этого, срочно надо, а коммодотренер, тот, о котором я говорил, великолепно. Его преимущество в чем? Когда мы одеваем этот тренажер, то здесь, переключая линзы, школьник продолжает читать и писать. Он не тратит время специально на лечение. Гениальное создание методика Москвы. А авторство – это наше авторство. Это мы сделали и уже выпускаем 25 лет этот аккоммодотренер. И фузиотренер. Вот они в паре идут. Фузиотренер для тренировки мозга по сведению изображений, а коммодотренер тренирует аккоммодационную мышцу. Если при этом, да, ну мы с вами говорили в отношении спорта, спорт на первое место, естественно. Если выраженная вегетососудистая дистония, то это вместе с педиатром. Для улучшения кровоснабжения, например, пикамелон по 0,02. Одна топлива, когда выражаетесь в течение двух недель, две недели достаточно. Остальные препараты, когда говорят чернику и все прочее. Самое важное – вот это выполнить. Черника хороша. Это когда уже дегенеративные изменения, когда нелеченная, допустим, близорукость, изменения на глазном дне. А в этом случае то, что я сказал. Достаточное освещение и обязательно правильная посадка. Если сидеть крючком, нагружается внутридвозная мышца и в таком случае будет прогрессировать близорукость. Поэтому надо одевать корректор осанки. Корректор осанки одевается на один час. Все, что касается корректора осанки, мы хорошо показали в своих фильмах. И корректор осанки – это не то, что я вам посоветовал. Это в обязательном порядке и немедленно. Корректор осанки, я подчеркиваю, не надо ни в школу носить, ни на улицу, ни в дискотеку. Только дома на один час, чтобы выработать рефлекс правильной посадки. Это очень важно. Важность наравне с медикаментами. Лень Константинович, сколько стоит анализ микроэлементов по волосу? Как это можно внедрить широко в клиниках России? Не пора ли выходить на Веронику Игоревну Скворцову? Пора и давно. Но мы поставили вопрос. Я защищал докторскую свою в Москве, в Академии по дипломному образованию. И в Департаменте здравоохранения Москвы в 1999 году я поставил вопрос о внедрении через лабораторию скального повсеместного использования микроэлементного анализа по волосу. Пока ничего не сдвинулось. Хотя лаборатория великолепки, все абсолютно игнорируют. Не применяют это. Это глубочайшее заблуждение. Гигантская врачебная ошибка. Не использовать этот момент. В Севастополе уже работает. Более того, более 100 клиник, сети лаб, работает по России. В этом отношении Россия преуспела. Эти лаборатории, их много, в том числе в Севастополе, в Синдерополе открылись. Мы ждали, когда в Севастополе уже открылось. И мои пациенты полным ходом идут обследоваться туда. Однозначно. Успех великолепный. Но, к сожалению, это мы направляем. А вот терапевты и другие специалисты, я специально узнавал, нет. Их это не интересует. Поэтому здесь вы правильно сказали. Не пора ли выходить на Веронику Игоревну Скворцову? Пора. Только надо всем это делать. Но прежде всего заинтересовать моих коллег. Сколько мы уже об этом говорим. Неоднократно. Но даже наши офтальмологи, когда есть профессор Демский, когда есть 20 лет, мы уже делаем вопрос, а в поликлиниках это делается? Нигде. Вот, пожалуйста, и ответ. Полная индиферентность. Поэтому здесь надо именно думать о ресурсной медицине, о профилактической медицине. И волосы надо не тогда, когда уже заболел, а когда еще тебе 15, 10, 20 лет. Ну как японцы. Они бегут на работу и сдали пучок волос. Потом по электроночке пришла распечатка, чего не хватает. А то, что не хватает, надо восполнить. Много это ума надо? Нет, конечно. Было бы желание. Сколько стоит? Так, если человек очень долго пользуется каплями окуметил и уже подсел, как быть. Если каждый день надо выглядеть хорошо. Надо посмотреть. Прежде всего провести пробу Норна. Доктора это не знают, а должны знать. Надо посмотреть. Продолжаем. Немного еще техническая такая неполадочка. Итак, вы задали вопрос, сколько сидеть на этих каплях. Да, можно до бесконечности. Но, что нужно делать? Как грамотно поступить? Первое. Нужно определить сначала качество слезной пленки. Слезная пленка состоит из трех слоев. Какой-то слой, вполне возможно, не работает так, как надо. Слезная пленка покрывает глазное яблоко и не должна рваться в течение 10 секунд. Через 10 секунд моргание и снова восполняется поверхностное покрытие глазного яблока роговички слезой. Поэтому есть определенная проба Норна, которую должны врачи знать. На территории страны из тысячи делает один. А это обязательная функция. Мы это делаем всегда. Поэтому капается флоресцин. И после этого голова становится на щелевую лампу. Это основной аппарат, с которым работает офтальмолог. И засекается секундомером, когда разорвется слезная пленочка. Она покрывает роговичку. И мы видим, опа, разорвалась на пятой секунде. Вот, пожалуйста, причина слезотечения. Причина кроется в несостоятельности слезной пленки. И ее надо лечить. А вот как лечить, это вопрос другой. И это лечится. В результате того, что мы не делаем то, что надо делать. Мы не знаем о том, что есть проба Норна. Мы говорим о том, что нет флоресцина. А я говорю всегда, нет знаний, нет желаний. Очень просто все это делать. Почему наш доктор в левой руке держит секундомер, а правой управляет щелевой лампой, смотря на роговицу? А почему это нельзя в Харькове сделать? А почему в Киеве не делается? А почему в Москве это не делается? Почему не делается в Санкт-Петербурге? Или в Алмате делается? Да не делается. Вот в том-то и дело, что не делается. Из тысячи, может быть, только у одного где-то делается. Вот это и наша беда. А мы просто берем, нам же проще, выписал и капельки. И, пожалуйста, пожизненно. Пришел, человек действительно привык к каплям, подсел. Значит, другие капельки. А нормально это? Нет, конечно. Да, мне говорят, вы очень требовательны. Ну, что же я сложного такого сказал? Просто определить. Или я Норна придумал, или я Норна. Или я этот метод придумал, или это метод Демского. Нет, взять и прочесть. Кстати, заодно надо и пробу Ширмера. Хватает ли слезы? Вот пробу Норна и проба Ширмера. Элементарно делается. Было бы желание. На своих уроках я об этом говорю. Оксана задает вопрос, Глаукома. Год после операции капает так же, как и до операции. Нет, тут надо смотреть. Надо определить тонографические показатели. Обязательно. И после этого определить, какие капли до и какие после. Никасич, как вы относитесь к нашению мягких контактных лиц? Положительно. Юрий, если зрение здоровое, но терять его не хочется, что делать? Великолепный вопрос. Вот это и есть философия ресурсной медицины. Вам не хочется, если зрение здоровое, но терять его не хочется. Вам не хочется терять зрение. Вам не захочется терять и здоровье. Вот это и есть элемент философии. Философия оздоровления. Философия науко. То есть ресурсная медицина. Нужно все делать, чтобы не заболеть. Это первичная профилактика. Тут, если вы занимаетесь компьютером, а вы наверняка занимаетесь, вы должны знать, что такое компьютерная эргономика, что такое КЗС, компьютерный зрительный синдром. И если вы работаете с компьютером больше, чем 6 часов, вы наверняка приобретете КЗС. Появятся неприятные ощущения, боли в глазах, чуткого песка и так далее. Потом головная боль, естественно. Потом таблетки будете от головной боли и так далее. То есть уже появилась болезнь. Вышла книга «Оптальма эргономика», которую мы выпустили. Очень интересно. На сайте вы ее увидите. И там раздел КЗС, компьютерный зрительный синдром. Вы увидите 5 правил. Кстати, мы это не только поместили. Просто мне удалось в доходчивой форме рассказать очень многие вещи. Я, кроме того, что врач еще и инженер. Поэтому с техническим знанием я помог своему медицинскому знанию. Поэтому в данном случае я рассматриваю здесь очень понятно, экстраполируя на технику. Что из себя представляет КЗС, компьютерный зрительный синдром, или застойный синдром, когда молодой человек сидит по 20 часов, а потом говорит, а почему у него отеки на ногах или постозность? Вот это и есть. Отвечая на ваш вопрос, как не потерять здоровье? Конечно, потеряете, если вы в самом начале уже все делаете, чтобы растратить его по дороге. Насколько диоптрия можно улучшить зрение, используя ваши приборы при близорукости? Хороший вопрос. Все врачи мира ставят первую задачу – остановить прогрессирование. Это первое. И мы великолепно в нашем центре справились с этой задачей. Кроме этого, поднимается острота зрения. У одного на 5%, у другого на 20%. При этом надо знать, если о скроме близорукости основной есть еще ложная близорукость, которая накладывается, это спазм аккомодации, тогда можно поднять и на 50% и даже на 100%. Но при наличии исключительно спазма аккомодации. Это так называемая ложная близорукость, которая лечится. А истинная близорукость – это вытягивание, когда глаз вытянулся, и уже из вытянутого гладика шарик не сделаешь. Можно позвонить по электрофорезу. Я прибор и ванночки приобрел. Где можно приобрести аккомодотрейлер, координаты? Так, я прибор и ванночки приобрел. А, это мой пациент. Да, я сегодня, кстати, вам отправил подробную методику по электрофорезу. Да, значит, ванночки. Вот видите, наш участник нашего вебинара приобрел уже L4 из Санкт-Петербурга для электрофореза, который я вам показал. Ванночки великолепно. А это ни одна больница фактически не имеет, кстати. А он дома это уже имеет. Молодец. А спрашиваю, где можно приобрести аккомодотрейлер. Все аппараты приобретаются, зайдя на наш сайт. На сайте все условия. И мы отправляем в любую точку, в любой страны. Все, это последний вопрос. Сейчас, когда ждем еще вопросов. Я ответил на все вопросы, которые мне представлены. Есть ли желание? Вы всегда можете эти вопросы задать мне на сайт, на электроночку. Я всегда всем отвечаю. Большое количество вопросов идет, но я всегда с удовольствием нахожу время и отвечу на любой вопрос. Потому что всегда самое важное, надо любить человека, надо любить людей. Если можешь помочь, помоги. Ну, если все вопросы, я благодарю за внимание. Я думаю, что мы друг другу были полезны. До следующего вебинара. Всем во благо. И хорошо видеть. Даже за углом. Очень благодарна вам. Спасибо, спасибо. Слушаю вас. Всех благ вам. Все. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники вебинара. Спасибо большое, что вы до сих пор с нами. Смотрите, сейчас в чат я сброшу вам ссылку. Перейдя по этой ссылке, вы с легкостью сможете в один клик заказать самые необходимые, скажем так, тренажеры, которые должны быть у вас дома. Если вы перейдете по ней сейчас, то увидите, также для вас есть такая небольшая акция, стоимость консультации, онлайн-консультации от Леонида Константиновича, будет стоить 2000 рублей, если вы закажете ее в ближайшие 7 дней. Консультации проходят каким образом? Мы назначаем дату, согласовываем время, вы высылаете нам результаты всех своих исследований, где вы проходили диагностику, все-все-все-все-все-все это собираете, отправляете нам отсканированные копии, Леонид Константинович изучает и потом проводит с вами консультацию, говорит, что вам надо, как вам надо и какие аппараты и тренажеры могут вам помочь. В дальнейшем вам на почту придет сообщение, в нем будет ссылка для просмотра вебинаров записи, а также ссылки на все наши соцсети, это YouTube, Instagram, ВКонтакте, Facebook, мы есть везде и повсюду, поэтому связываться вы можете с нами на любом сайте. Спасибо большое, что были сегодня с нами, всего доброго, ждите также в дальнейшем писем о предстоящих вебинарах, мы обязательно будем вас приглашать. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.